У меня не было неделю и мои цветы, хоть и были под присмотром, но видите как выглядят несчастно. Сейчас я попробую удалить эти сухие. Странно, что в одном горшке находились и видите этот хороший, а вот эти конечно несчастные. Эту хризантему я покупала и у меня есть фильм о ней. А не было меня всего неделю. Некоторые растения конечно очень пострадали, но уезжать тоже иногда приходится. Но единственное на что я надеюсь, я у хризантемок взяла отростки. У меня есть фильм о том, как я их обрезала. И вот они, пожалуйста, отростки эти спасены. И я их чуть позже пересажу все в один горшочек. Если вот эти не смогу спасти, тогда у меня будет три опять отростка. Ну бывают потери. Что делать? Это у меня находилась под банкой долгое время и вот чувствую, что еще под банкой под будет. Потому что видите, листочки немножко вялые, не нравится что-то ей. А это растение уже хорошо себя чувствует. Ну вот такая у меня небольшая потеря. Но у меня еще есть потери. Сейчас покажу. Вот так выглядит авокадо с гелоксиной. Поставили ее эту мою красавицу в воду. Ну видимо уже без толку. Ну и я конечно как приехала, сразу же начала смотреть, что с моими растениями. Придется убрать. Потому что здесь совсем сухо. Я полностью убрала. И сейчас сверху добавлю свежий грунт. И немножко немножко пролью, чтобы грунт осел. А само авокадо тоже пострадало. Видите, нижние листья подсохли на всех веточках. И даже макушка подсохла. Сейчас покажу. Видите? Вот она. То есть пересушивать авокадо ни в коем случае нельзя. И покажу остальные мои авокадо. Эта авокадо тоже немножко пострадала. Листья подсохшие лучше убрать. И само растение не очень выглядит. Ну что делать? Отдыхать тоже надо. Вот так вот выглядит. И показываю третье авокадо. Из трех авокадо это конечно лучше всего выглядит. Но есть и у него пострадавшие листочки. Но не так много. Ничего страшного. Но сейчас я покажу авокадо. Вот это авокадо подросло. Меня не было неделю. Ровно неделю назад на прошлой трансляции я показывала, как появился в центре росток. И вот он росток пошел в рост уже два сантиметра. Ну авокадо же растет в более жарком и влажном климате. Ну вот так выглядят мои авокадо. Что делать? Видимо тоже посажу я их в один горшок, чтобы уплотнить. Потому что слишком уж у меня много одинаковых растений. Есть еще одно печальное событие. Видите? Бенгальский фикус. Его забыли. И его корешки полностью высохли без воды. Вот сегодня приехала, налила воду. Я уже думала его посадить. Не успела перед отъездом. Ну вот такая вот у меня печальная ситуация. С вот этим бенгальским фикусом. У меня о нем есть фильм. Как все откликнулись. Ну, буду ждать. Но есть и приятная новость. Посмотрите, какие замечательные корешки у брукмансии. Видите? Ее можно сажать. И у нее пошли новые листочки. Обрадовал своим ростом вот этот гипоэстес. Видите? Какой большой. А покупала я его буквально вот таким малюсеньким. Редактор субтитров А.Семкин.